Победить СПИД силами только государства невозможно. Без поддержки общественности не обойтись. В этом уверены люди, которые уже занимаются проблемами распространения ВИЧ. Сегодня в нашем городе на базе областной организации Красного Креста прошел круглый стол, на котором обсуждали, в какой форме запорожские общественные организации могут работать в этом направлении. Государство помогает людям с ВИЧ-СПИД, потому что обязаны это делать, говорят участники заседания. Но часто, по их словам, этой поддержки бывает недостаточно. Поэтому важно привлечь к борьбе с распространением этого заболевания общественность. Помочь людям почувствовать себя полноправными членами общества, вселить веру в жизнь, и то, что они не одни, и то, что их поддерживают, это много. Это им нужно, и мы это пытаемся делать и делаем. Силами только государства остановить эпидемию ВИЧ-СПИДа невозможно. Поэтому в Днепропетровской области в настоящее время активно действуют около 20 ВИЧ-сервисных организаций в регионе. Представители профильных общественных организаций из Днепропетровска приехали к нам поделиться своим опытом работы. В соседнем областном центре успешно действуют негосударственные структуры, которые на деньги благотворителей оказывают поддержку людям с ВИЧ. Предоставляют бесплатные диагностические услуги, помогают найти работу. Но одна из главных задач таких организаций – изменение понимания проблемы ВИЧ-СПИД у большинства из нас. Считать эту болезнь бедой только наркоманов и проституток по меньшей мере глупо, говорят участники заседания. Когда идет за 3,5% развития ВИЧ, то есть мы начинаем отсчитывать не больных людей, а здоровых. Вот это очень страшно. В нашей стране эпидемия ВИЧ-инфекции. И я думаю, этим уже все сказано. Что наша страна лидирует в Европе по распространению ВИЧ-инфекции. Шесть человек из десяти молодежи до 30 лет ВИЧ-позитивны. На собрании решили, что сотрудничество между запорожскими и днепропетровскими общественными организациями в сфере борьбы с ВИЧ-СПИД будет продолжаться. Намерены разработать совместные программы и проводить общие мероприятия.